Движение по улице Льва Толстого парализовано. Пожар в бывшем здании РОВД. Оно пустовало несколько лет. Предположительно, здесь ночевали лица без определенного места жительства. В пожарную часть очевидцы позвонили в половине девятого утра. Огонь охватил два первых этажа здания. На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов. Завсегдатые при вокзальной территории и окрестных пустующих зданий рассказали. С вечера начали отмечать день рождения своего товарища. Костя погонял башка. Я его знаю. Один раз я с ним тоже ночевал. Он кидает бочки просто как попало. Один раз он готовил там есть. Он гречку себе готовил покушать и все. А сейчас он там? В данный момент я предполагаю, что он там. Он ночует до 10 часов утра. Из полыхающего здания эвакуировали одного человека. В здании деревянные конструкции. По этому пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Большая площадь возгорания и угроза распространения огня на все четыре этажа. Пожарные столкнулись и с техническими сложностями. И тут, кстати, оказалась близость горящего здания к железнодорожному вокзалу. Давление водопроводной сети, наружного противопожарного водопровода, недостаточное для введения необходимого количества стволов. Поэтому был запрошен дополнительно пожарный поезд станции Самара. Поезд прибыл в кратчайшие сроки. От него подавались магистральные линии. То есть он обеспечивал водоснабжение и проведение тушения. После того, как огонь был потушен, пожарные дополнительно пролили все этажи здания. И исследовали его более тщательно. Погибших и пострадавших не обнаружили. Причины возгорания устанавливаются. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков.